Адвокат Михаил Каплин больше года пытается привлечь к ответственности сотрудника Следственного комитета на транспорте. Материалы, направленные в правоохранительные органы, уже не умещаются в двух толстых папках. Со слов защитника, следователь пытался повлиять на ход уголовного дела через ложные показания свидетеля. Они были ложными не потому, что сам свидетель вдруг решил дать эти показания, ввел забыл в день следователя, а следователь сам принуждал свидетеля, склонял ее к даче ложных показаний. По версии следствия подзащиты Михаила Каплина, бывший сотрудник транспортной полиции Павел Шишин, во время задержания ударил подозреваемого. Через несколько часов мужчина скончался в больнице. Адвокат рассказывает, в ходе расследования инцидента сотрудник Следственного комитета на транспорте уговорил дочь погибшего соврать. Якобы девушка видела, как Павел Шишин ударил ее отца. Он приезжал к ней в СИЗО, он разжигал в ней чувство ненависти, чувство мести, говорил о том, что он знает точно, что это Шишин нанес удар ее отцу, что нужно наказать эту мразь. Эти показания суд признал ложными. Чтобы привлечь следователя, защита полицейского обратилась в региональное УФСБ. Оттуда материалы через центральный аппарат попали в Следственный комитет на транспорте, где состава преступления в действиях своего же сотрудника, разумеется, не нашли. В свою очередь, транспортная прокуратура посчитала отказ привлечь к ответственности следователя необоснованным. Не все обстоятельства были исследованы в ходе процессуальной проверки. Опрошены не все люди, следовательно, необходимо допросить всех. Сейчас собранные защиты материалы направлены на дополнительную проверку. В Следственном комитете на транспорте обещали предоставить комментарий после ее окончания и официального запроса. Бывший сотрудник транспортной полиции Павел Шишин уже отбывает наказание. Его приговорили к 9 годам колонии. Свою вину он не признал. Защита полицейского надеется, новый поворот событий сможет повлиять на изменение приговора. Георгий Колчин. Оперативное обещание.